Есть два прямоугольника. 6 на 8. На самом деле не так важны размеры. 5 на 6 сначала. Разрешено отметить любую клеточку. И после этого разрешено отмечать клетку, у которой нечетное число границ с ранее отмеченными клетками. Граница – это отрезок. То есть по вершине, по углу не считаем, только по стороне. Нечетное. В данном случае что мы можем делать? Скажем вот так. Согласны? Тот, который внутри, две имеет. Нет. Сейчас уже имеет. Но когда мы отмечали, было все хорошо. Вот смотрите, я могу продолжить. Конечно, теперь у этой клетки два соседей. Это не важно. Важно, что при добавлении клетка имела нечетное количество соседей. Так, давайте смотрите. Я вот так вот добавляю. После этого сюда имею право дополнить, потому что три. Сюда. Слушайте, уже потихонечку растет. Сюда. А теперь и сюда. Мне кажется, очевидно, что здесь таким образом я могу, двигаясь с лево-направо, закрасить весь прямогольник. Вот и теперь, собственно, задача. А здесь могу. Начав с какой-то клетки и все время закрашивая только ту, отмечая, как угодно, только ту клетку, у которой нечетное количество общих сторон с уже отмеченными клетками, можем ли мы таким образом закрасить всю клетку, отметить все клетки. Ответа нет. И решение совершенно замечательное. Смотрите, надо посчитать количество сторон между клетками. Ну, начертное. Хорошо. В начале была отмечена только одна клетка и, соответственно, таких границ между клетками, отмеченными, было ноль штук. В конце их будет вот столько. Их будет четное количество. За каждый ход возникает нечетное количество границ. Так, а сколько было всего ходов? на единицу меньше, чем клеточка. Потому что, когда мы первую клетку отмечали, ничего не добавлялось, ноль, а каждый раз дальше нечетное число. Значит, нечетное количество, 6 умножить на 8 минус 1 раз, нужно добавить нечетное число, сумма нечетного числа, нечетного, залогаемых нечетно, а между тем она должна равняться четному числу. Все противоречено. Значит, если у прямоугольника хотя бы одна нечетная сторона есть, то, как показано справа, все получается. Мы просто проходим вдоль этой стороны и после этого через одну и потом добиваем. А если обе стороны четные, то нет, невозможно.